Ассаламу алейкум, дорогие друзья! В эфире передача «За кулисами». И у нас сегодня прекрасный гость, замечательная актриса Даргинского государственного музыкально-драматического театра имени Амарла Абатырая Ибрагимов Хузаймат Саидовна. Ассаламу алейкум. Мы рады видеть вас в эфире. Скажите, пожалуйста, какие новости в Даргинском театре? В Даргинском театре все идет своим чередом. Да, как всегда работаем, работаем хоть и без условий, но и тем не менее ставятся спектакли, у нас выезды по районам, по нашим Даргинским районам. Хузаймат, скажите, пожалуйста, я когда звонил вам и режиссеру театра, вы были в гастролях? Мы были в Дахадаевском районе, в селении Терисанчей, отвезли спектакль про делки Тохалая. Она более комедийная, такая, чуть-чуть с драминкой, но в основном жанр комедия. Так, ставил ее, значит, у нас наш режиссер не Муставай Абдевич, а Нариман Брагимов. Так, театральный режиссер, да? Да, да, да. И людьми воспринимается очень прям прекрасно, очень нравится, потому что комедия такая, ну, совсем смешная, и прям все из жизни. Так, вы в качестве кого сыграли спектакль? Так, я играю там в массовке, у меня так-то там в основном роли нет, там играет главная роль у нас у мужчины. Значит, и из жизни все, что пошли на рынок. Я же говорю, я в основном в массовке была, но спектакль был очень смешной. А народ как приняли? У нас, как говорится, люди веселые, они в основном любят комедии, очень хорошо принимают, очень всем нравится, были люди, которые даже по второй раз приходили, когда мы у нас в городе стационаре у нас показывали. Да. Кузова Саидин, скажите, пожалуйста, а к вам в театре народ приходит в комедии больше или в трагедии, или в драмы? Не сказал бы, что именно что-то выбирают. Есть люди, которые любят драмы, это, наверное, уже более взрослое поколение. А есть, которые любят комедии, мы также часто показываем сказки, и у нас детский зритель тоже бывает очень часто, со школ, например. Мы ставим не только на Доргинском, у нас бывают спектакли и на русском, поэтому это дает возможность детям разной национальности побывать у нас в театре и посмотреть наш спектакль. Скажите, пожалуйста, я на днях был у вас в Доргинском театре, как вы помните, и мы смотрели спектакль «Приключения Бахадора» Акмедхана Бабакара, и режиссером у вас был молодой режиссер Рабадан Ильясов. Да. В этом спектакле вы кого играете? Я играю подружку, главной героини, подругу, значит. В основном моя роль там, я пою там. Я заметил, я видел. Ну, как вы заметили, это спектакль «Песены» и так. Аперета музыкальная. Да, аперета музыкальная. Было немножко сложновато это все учить, мелодии, потому что написаны, я считаю, гениальным композитором Дагестана Ширвани Чалаевым. И, ну, все-таки мы, я думаю, справились неплохо, потому что вся аперета была, мы вживую все пели без никаких фонограмм, без никаких записей. Вот когда мы были с нашими гостями в Доргинском театре, хотя у вас условий не театр, а у вас в Доргинском театре. Что поделать, да. И ваши актеры, и вы, начиная с самого главного актера, который играл Бахадоров, вы пели все вживую, от и до. Полтора часа и вот полз вживую петь, не трудно ли? Ну, например, мне не трудно, потому что я и актриса, и певица, можно сказать, совмещаю вот это все дело. Но некоторым актерам бывает сложно, потому что, играя, одновременно думаешь, как бы слова песни не забыть. Не все актеры могут петь, например. Да, да, да. Есть актеры от рождения, но не певцы. Не певцы, да. Да, но наш режиссер так подобрал момент, чтобы смог и спеть, и сыграть. Когда мне было удивительно, когда наша актриса Рашидатка, она в жизни не пела. И раз она вдруг пела, думаю, ну она же не поет же. Ты заслуга режиссера или актриса? Заслуга, скорее всего, наверное, и музыкального руководителя, и режиссера. Ну и, конечно, самой Рашидатки, без ее стремления, без ее желания, естественно, она бы не спела, наверное. Она очень видела, она очень хорошо спела, кстати. На сегодняшний день есть ли молодежь в Доргинском театре? У вас есть нехватка кадров молодых? Конечно, хотелось бы, чтобы было, наверное, еще больше молодых. У нас есть молодой коллектив, но его не так уж и много. Хотелось бы, конечно, побольше молодежи, потому что все-таки уже взрослые люди, они и в возрасте, конечно, взрослые тоже нужны обязательно в театре. Но чтобы пока есть взрослые, чтобы они могли передать свой опыт молодым, чтобы хотелось бы побольше молодого коллектива. А родилась вы где? Я родилась в Серго-Калинском районе, но я себя отношу и к Дагадаевскому району, и к Серго-Калинскому, потому что у меня мать с Дагадаевского района, а отец Серго-Калинский. И эти оба района, они очень мне близки, они очень такие прям мои родные. Как вы знаете, у нас разные диалекты бывают, да, у каждого района, у каждого села. Я владею и диалектом матери, и, естественно, диалектом отца. И вот когда я бываю, я бываю и в Дагадаевском районе часто на мероприятиях, да, и вот всегда возникает вопрос, вот ты все-таки из Дагадаевского района или из Серго-Калинского? Я говорю, я и к тому отношусь, и к этому ни один не разделяю, потому что это оба как бы моих... Вот Дагадаевский, Серго-Калинский, вот к родному литературному речу что ближе? К литературному ближе, наверное, урахинская, Серго-Калинская речь, скорее всего, больше, да. Потому что Дагадаевский диалект, он немножко чуть сложноватый и чуть в другом направлении, а урахинский, он немножко ближе, и тем не менее есть отличие от литературного. А вы же певица даже? Ну, в основном, да, вокалистка. А поете где? В группе или в государственном хоре? Нет, не в государственном хоре, поем в основном в театре, бывает, что и группа, квартет, трио с девочками, бывает, что и сольно пою, по-разному. В фестивале участвуете? Концерты, фестивали? Да, 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 фестивали, концерты. С района с работы, например, ежегодные фестивали, которые проходят у нас в городе Махачкала, это фестиваль горцы, фестиваль костюмов, народных костюмов, фестиваль ежегодно практически участвует в коллективах. А вы не против, если я попрошу, чтобы для наших зрителей спеяли вы на даргинском, на родном языке? Сейчас с удовольствием. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, в основном, да, женский коллектив поет. То, что вы сейчас спели, это из Амала Батарая, из пьесы? Да, да. Не из пьесы, это его Амала Батарая, как вы знаете, он был певцом. Да, он певцом был. Он сочинял на ходу, это из его репертуара, одна из самых, наверное, известных песен его, Эти его слова все поют, насколько я знаю, все даргинцы, по-моему, его поют. Эти песни многие знают, да? Да, да, да. Это одни из самых его известных стихов. Ну, бархатный, прекрасный голос. Ну, что вы еще тут скажете? Спасибо большое. Замечательно, когда актеры играют на сцене, когда поют вживую, когда талантом. Вы согласны, на театр воспитываешь? Да, конечно, обязательно. Набираешься опыта от взрослых, да. И это все-таки, как бы мы не жаловались на свою жизнь, на свою работу, все равно не любя свою работу, ее невозможно делать, потому что командировки наши, выезды, мы можем час-два ночи вернуться. И, естественно, очень важно, когда ты в семье, отношения твоих близких и родных к твоей работе. И, слава Всевышнему, меня мои близкие понимают, поддерживают, поддерживали всегда. Да. А какие районы вы выезжаете со спектаклями? В основном, если это спектакль на даргинском языке, мы обслуживаем, естественно, даргинские районы, потому что сейчас сами даргинцы уже еле-еле начали понимать литературный язык, потому что получается так, что массовое переселение с гор на равнину. Естественно, дети, переезжая в город, уже общаются только на русском языке. То есть, забывают люди собственный язык, не то что свой диалект, что очень обидно. И поэтому многие даргинские дети даже не понимают нас, не говоря уже о иных национальностях. Но если спектакль на русском языке, то мы и в Кайкентский район ездим, и в Карабудахкентский район ездим, то есть и в Каспийский, в Махачкалу. И в Дербент тоже. Да, и в Дербент. То есть, мы все районы можем обслуживать. А за пределы республики ехали когда-нибудь? Ездили, конечно. Мы у нас были выезды во Владикавказ, в Астрахань. В прошлом году, в сентябре месяце, мы поехали, нас пригласили на фестиваль в Казань, в Республику Татарстан. Молодцы, молодцы. Было очень весело. Мы поехали со спектаклем на военную тему. Так, Сердцематерь называется. Так, режиссером, естественно, Ибрагимов Мустафа Абдиевич. Дорога была, конечно, немножко изнурительная, но и тем не менее, нам очень понравилось. Нас поселили в шикарной гостинице, все обслуживание. Люди были очень гостеприимные. Мы провели там два дня. Первый день мы смотрели ихний спектакль, а второй день мы уже показали свой спектакль. И знаешь... Спектакль на Даргинском или на русском? Нет, на Даргинском, но там переводилось это все. На наушниках люди слушали. Знаешь, что отличало зрителей в Казани от наших? Наши все-таки у нас менталитет такой, что вот идет сцена, вот смотри, а люди надо им что-то пообсуждать обязательно, что-то сказать. А там нет, была гробовая тишина. Люди от и до полный зал сидел и смотрел спектакль. Приятно же это. Конечно, это... Я считаю, для меня, как для артиста, самое приятное это людское внимание и аплодисменты. И все. Это именно на самом деле. Это, я думаю, все, что нужно артистам. Нам актерам нравится, когда нас слушают, а когда актер на стене, и еще когда мы обращаем внимание в зал, а там шушукается между собой. Но это же неприятно. Приятно, конечно, да. Но и тем не менее от нас тоже многое зависит. Многое зависит. Чтобы взять зрителя и его держать, естественно, это у актера тоже должно быть. Доспособность. Да. Именно. И такие спектакли нужны, чтобы они смотрели. Да, такие спектакли, конечно. Во-первых, и от актера зависит, первое. Второе, и от самого содержания пьесы. Какая пьеса она? Классика ли? Драма ли? Или дагестанская? И третье, от зрителя, от дагестанского зрителя. Естественно, сейчас уже нет. Мне кажется, с каждым годом люди наши становятся более цивилизованнее, можно сказать. В городе, естественно, да. Но когда ездишь уже в горы, иногда можно и такое встретить, что уже как-то так относятся. Мне кажется, сейчас отношение к артистам намного улучшилось за последние, наверное, лет десять. Раньше, не знаю, в одно время был период, когда к артистам очень нехорошо относились. А наши уже взрослые, когда рассказывают, взрослые артисты наши, что в их молодости в разных селах, районах их ждали и боготворили как царей. Потому что раньше не было интернет. И люди ждали вот эти концерты, и вот эти театры, и жили этим. Самое главное, как вы относитесь к своей работе, ваше отношение к вашей работе. Нравится ли вам ваша работа? Конечно, нравится. Я с детства, например, конечно, актрисой стать у меня таких не было, но мечта стать певицей, выступать, дарить людям песню, дарить людям радость, это всегда было. С детства была мечта? Да, это было мое. И как-то уже потихонечку достигаем. Но, я думаю, вершины нет, поэтому надо потихоньку подниматься и подниматься. Сколько лет в театре вы работаете? Сейчас четвертый год я работаю в театре. Дала, чтобы она была не четыре, а сто... Спасибо большое. И звания, и народных. А спектакли какие вы сыграли в театре за это время? Как только я пришла в театр, я получила главную роль в спектакле Рабадана Нурова «Насилие», Мустафа Абдеевич дал мне главную роль. Насилие? Да, это драма. Интересно, очень интересно. Это происходит дореволюционно, вот прямо ближе к революции вот в это время. Это когда дочь богатых родителей насильно выдают замуж тоже за богатого, а она любит бедного парня. И там такая целая драма. Значит, такой драматичный спектакль был. После этого опять-таки играла, опять же, но уже была более такая комедийная, комедийный спектакль Сулеймана Магомедова. Назывался он «Подарок». Подарок, значит, хан, единственная дочь, жены нет. И он собирает женихов и говорит, вот, покажите свои умения. Кто моей дочери больше всех понравится, тот и будет. А дочери-то нравится его конюх, вот отец не в курсе. И вот конюх переодевается джигитом, она отправляет ему одежду и он тоже приходит на эти состязания. Но в итоге все оборачивается так, что дочь все-таки добивается своего и выходит замуж за этого конюха. Это же спектакль в театре или нет? Сейчас пока нет, потому что мы работали, как вы знаете, над спектаклем «Бахадур», «Странствия Бахадура». И в этом году исполняется, или не исполняется, а как бы 200 лет со дня рождения самого Амарла Батырая. Поэтому мы приступаем к большой работе. Мустафа Абдевич собирается ставить спектакль «Батырай». Поэтому мы сейчас как раз начинаем уже работать над этим спектаклем. И если народ хочет прийти в Доргинский театр, какие у вас сегодня репертуарные спектакли в Доргинском театре? У нас есть спектакли, опять-таки, вот эта комедия проделки Токалая, нашего Наримана Ибрагимова спектакль. И идет сказка для детей «Толмаз». «Нахочевый Толмаз» называется. Да, он идет и на русском, и на Доргинском, поэтому его тоже возили и по районам возили, и в город возили. Очень такой хороший детский спектакль смешной. Он тоже очень так детям понравился. Так, Хузаима Цаидовна, ваши пожелания нашим зрителям? Знаешь, мои пожелания нашим зрителям? Дорогие друзья, я призываю вас почаще ходить в театр, потому что все-таки это наша культура. Знать свой язык, свою культуру, я думаю, обязан каждый дагестанец, потому что мы живем в прекрасной многонациональной республике. Хочу пожелать всем здоровья, чистого неба над головой, чтобы мы никогда не слышали плохих новостей, и все у нас в жизни было хорошо. Дорогие друзья, у нас была замечательная актриса, прекрасная певица, актриса Доргинского государства музыкально-драматического театра и именно сказала Батарая, Ибрагимов Хузаимат Цаидовна. Спасибо, до свидания. Спасибо вам большое, Аллахан, до свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok